Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Перед вами палешка грецкого ореха. Сегодня из него постараюсь сделать модную нынче сервировочную доску. Может быть и две сервировочных доски выйдет. Может они будут одинаковые, может быть будут немножко разные. В крайнем случае постараюсь сделать две. Для начала на фуганке чуть-чуть плоскость выровняем, чтобы было удобнее потом эта полежка распилить на ленточной пиле. Пилить буду пополам, так как здесь по центру все равно дырка в ирецком орехе присутствует всегда. Часть отверстия останется на одной заготовки, часть видите на другой. Я потом это на фуганке уберу. Напомню, что мне надо сострогать до чистого. Чтоб вот этой канавочки здесь не было. Безопасность прежде всего. Продолжение следует... Вот этот обзор, может быть, убирать я не буду. Многим нравится, когда доска с естественным краем, здесь только кору придется ободрать. Дальше все увидите. Кто никогда не видел как этот станок из фуганка превращается в рейсмус, я думаю, будет всем интересно. Вот буквально несколько движений и это уже у меня рейсмус. Субтитры сделал DimaTorzok Так же быстро станок превращается и назад в фуганок. Отключаем приводные валы, опускаем стол. Да, наверное, подъем и опускание стола Это самая длительная процедура, что может здесь быть. Все это вновь фуганок. Обзор, конечно, я тут хоть и собираюсь оставить, но частично, все равно нужно верхнюю кромочку выровнять. Иначе это просто некрасиво будет смотреться. Ну а вторую сторону можно будет подровнять. на циркулярки. Ну и параллельность же заодно нужно сделать. Где-то полмиллиметрика еще уберет фуганок. Я думаю, здесь у меня будет достаточно похожие две стороны. Ну и пару слов про сучки. Вот смотрите, они тут внутри оказались достаточно живенькие после фуговки. Вот на лицевой стороне практически не вывалились. Так, а с этой стороны есть небольшие носочки трещинки. Я думаю, ничего страшного не произойдет, если с этой стороны эти трещинки зальем цианокрилатным клеем. От пилы, что летели опилочки. Просыпаем, прокапываем. Да, не пишите мне, что этот клей это яд, чистый яд. Да, мне этого уже хватило на других видео. Этот клей при застывании превращается в инертный материал. Ну то есть в такой, в плексиглас. И он никаким образом не влияет на вкус пищевых продуктов, которые будут на этой доске выложены. Так, чтобы быстрее все застывало, я еще активатором пшикаю. Теперь лишнее просто сошлифовываем. Можно шлифовать и по свежему клею. Но тогда наждачка просто сильно, вот видите, вот так вот она забивается. И она потом не шлифует, а просто подполировывает поверхность. Толку в этом никакого нет. Вот видите, мелкие трещинки достаточно один раз засыпать опилками и прокапаться. Теперь осталось уже несколько еще действий тут. И доска для подачи будет готова. Смотрите, когда-то делал вот такой шаблон доски для подачи. Шаблон у меня такой универсальный. Если заготовка меньшего размера, просто нужно этот шаблон несколько раз будет здесь переставить. Сейчас разметим. Предварительно лобзиком лишнее отпилю, чтобы фрезу не убивать сильно. У пилки от лобзика просто намного дешевле. Размечу маркером, а то карандаш обычно в камеру не видно. Мой тон. закрепим здесь шаблон и можно фрезеровать придется лепить шаблон несколько раз так как он не подходит по размеру поэтому будем подстраиваться ну вот так фреза у меня стоит с двумя подшипниками поэтому в каких-то моментах шаблон будет идти по верхнему подшипнику в каких-то по нижнему чтобы фрезеровать все время по шерсти мне кажется это так оптимальный вариант что-то здесь по шерсти видите шло нужно чтоб шаблон был снизу поэтому подшипник надо выставить вверх вот теперь смотрите красотень ну сейчас несколько раз шаблон надо переклеить чтобы все стороны нормально отфрезеровать да долго 4 раза шаблон переставлять но в этом как и плюс так и минус универсальных шаблонов шаблон нужен всего лишь один а вот переставлять надо например четыре раза в принципе можно в конце потом сделать еще один шаблон сразу по доске и потом уже применять на доске вот такого размера но тогда надо быть готовым что этих шаблонов накопится великое множество теперь надо краешки закруглить радиусная фреза закруглим наверно и с одной стороны со второй закруглим и Продолжение следует... 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 Ну, пожалуй, достаточно, смотрите, эти миленькие-миленькие рисочки видны. Эти риски, пожалуй, даже плюс, чем минус, потому что если наполировать деревяшку, там, четырехсотым зерном, например, наждачкой, то масло потом хуже впитывается, а здесь масло впитается получше, а значит защита доски от влаги будет лучше. Маслом буду обрабатывать, это мортьяна, для столешниц, ну, кто бы сомневался, если кто еще не пробовал, ссылка на масло под видеороликом, промокод на скидку найдете там же. Как сразу доска преображается. Оставляем теперь доску. На полчаса, плюс-минус 5 минут, и подведем итоги, да, досмотрите до конца, там еще кое-что интересное покажу. После протирки масла, вот так смотрится, не знаю, может здесь еще надо было отверстие сделать, или клеймой здесь проклеймить, как думаете, можно это делать, либо не нужно. Ну а задумка такая, смотрите, с этой стороны нарезаете колбаску, ну риски ведь по-любому будут оставаться на продольных полосках, а вот здесь на красивой части уже эту колбаску аккуратненько выложить, либо ломтики сальса, либо тут еще чесночок. Короче, слюни уже побежали. И еще, смотрите, не могу не показать, а то это будет... Ну, поделился с вами планами, что сделаю таких две. Вот здесь фрезеровал, чуть вильнул, разорвало, разорвало это колечко. Ну, то есть поделись своими планами и насмеши тех, с кем ты поделился. Ну ничего страшного, думаю, что вот это как раз будет такой мастер-класс, как это исправить. Приращу здесь другую ручку, здесь внутри сделаю по-другому. Ну, то есть это будут не ближняшки и даже не двойняшки, это будут просто дощечки из одного класса. А на этом, пожалуй, видео буду заканчивать. Всем, кому видео было полезно, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. А я ненадолго с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok